Да, поехали. Вы хоть договорились, о чем говорим-то? Да. Конечно, ты говоришь, а что же договорились? Он сейчас будет ля-ля-ля-ля-ля, мы говорим, да! Девочки, все в порядке, все в порядке, не бойтесь. Ничего страшного, ничего поздно, все может быть естественно, да. Здравствуйте, вы на канале Европлант Лайф, и мы сегодня вновь в гостях у Малки Лоренс, знаменитого блогера, защитника женщин, журналиста, писателя, защитника всего живого. Мы в прошлом году с помощью нашего ландшафтного дизайнера Натальи Завидий делали ей замечательный цветник, делали ей ревизию сада, давали много полезных советов, получили замечательную гостеприимную встречу и не могли в этом году не приехать к вам, для того, чтобы посмотреть, да, да, как все поживает, как все наши посаженные растения себя чувствуют, как вы себя чувствуете, как вы, собственно, расцветаете здесь, вот в окружении этого всего. Не расцветает, а вегетирует. Да, ну в первую очередь, да, хочется услышать, между прочим, как вообще, как вы оцениваете нашу работу и как вы оцениваете наш цветник, который сейчас за нашими спинами, мы сейчас его покажем. В такое непростое лето. Хотелось бы, да, услышать, да. Ваше мнение. Ваше мнение. Привет, я Малка Лоренц. У меня за спиной находится цветник, созданный компанией Европлант, которая находится рядом со мной. Сейчас мы отойдем в сторону, и вы этот цветник увидите. Вопрос был, как я себя чувствую. Я себя чувствую офигенно. Я в прошлом году была в восторге от этого цветника, но я не знала, что это только начало. Это был, так сказать, только замысел. В этом году замысел превратился в реальность. Что хочу сказать. Во-первых, никто не умер. Я, как защитник всего живого, придаю им особенное значение. Когда я говорю, что никто не умер, я подразумеваю выживаемость растений, которая у питомника Европлант стопроцентная. Ну, я не буду тут описывать, как я лелеяла этот цветник, как племенного щенка. Потому что, если бы растения были плохого качества, то они бы умерли, несмотря на. Если они не умерли, это значит, что они были жизнеспособны. И люди, которые покупают в Европланте, тратят свои деньги недаром. Замечательно, Малак, слушайте, очень большая благодарность вам за такие теплые, добрые слова в адрес нашего садового центра. Но я хочу вам сказать в ответ, что мне кажется, что если бы не ваш уход, не ваши вообще зеленые пальцы, как оказалось, и вот забота, потому что все прополото, все полито, все пострижено, все практически в идеальном состоянии. Это потому что я хозяюшка. Но мы от вас, в принципе, такого не ожидали. Вы думали, что вы только, как кот матроски, на машинке умеете. А вы, оказывается, еще и, да, привычены вот к такому садовому труду и по-настоящему заболели с удовольствием. Нет, я совершенно не привычена. Это был мой дебют. Он удался. И надо сказать, что он не просто удался, а довольно не только результатом. Мне очень понравился сам процесс, потому что ухаживать за растениями гораздо приятнее, полезнее, а главное, результативнее, чем, например, ухаживать за мужчинами, девочки. Вот так вот. Ну, сейчас мы, да. Во-первых, мужчины не цветут. Да. Сейчас было обидно, но ладно. Хорошо, мы проглотим. Они только плоды насят. Это сомнительный комплимент. Малка, я предлагаю, что мы сейчас с Наташей пойдем, потому что мы подозреваем, что вы нам немножко льстите, и наверняка что-то, да, пошло не так. Мы поэтому с Наташей сейчас пройдемся по участку. Что-то пошло не так. Да у меня вся жизнь пошла не так. Ну, я так понял, что в хорошую сторону. Ну, разумеется. У вас теперь большое новое хобби. Благодаря, благодаря кому? Благодаря нам у вас большое новое хобби, и я смотрю, что это успех, определенный успех. Но мы сейчас пройдемся с Наташей и посмотрим действительно на все растения, как они себя чувствуют, как они перезимовали, и что с ними дальше делать. Возможно, что-то где-то надо пересадить, что-то надо как-то поухаживать, что-то какую-то агротехнику применить. Я совершенно не намерена вам в этом препятствовать, потому что за своих питомцев я спокойна. Да, вы в надежных руках, да, в руках профессионала, да. А я-то тут как бы только принеси-подай, вот. Сейчас мы это увидим. Да, так что продолжайте пить кофе, а мы с Наташей пойдем, да, и немножечко пошушукаемся. Делать ревизию. Да, с цветочками. И мы отсюда и начнем. А Сашу вы куда дели? Уволили! Да? Сослали в Крым. В командировку? Да. Наташ, слушай, ну смотри, что я не стал говорить в прималке. Мне не очень нравится вот эта замечательная крушина, которую мы привезли, посадили. Надеюсь, что она здесь будет большая и красивая. А она чего-то у нас тут не очень себя чувствует. Да, не понравилось ей. Ну давай пересадим. Ну она и тебе, наверное, не очень нравится здесь. Да, я бы тоже, конечно, пересадила. И вместо это, наверное, не подошло. Ну тут будет у нас доминант и Ива, которая, посмотри, как в этом году. Я хочу сказать, что, конечно, я поражена. Я не думала, что вот так у нас будет такой замечательный уход, если честно. Никакой фальши, да. Вообще молодец, да. Комплименты абсолютно были искренние. Вирус мы посеяли. Вирус мы посеяли, да. Теперь мы имеем еще одного, да, Ильянова садовода. Да, да, да. Просто мне кажется, у нас с тобой в саду растения менее пышные, чем и малки. Нет, а ты посмотри, сколько у него летних растений, да, какое количество горшочков маленьких. При том, что какое лето, все мы знаем, да. То есть это каждый день поливать. Ну то есть я, честно говоря, в хорошем смысле в шоке. В общем, да, смотри. Давай, пересадим ее. Да, пересаживаем крушину. Я думаю, что мы попробуем очень аккуратно сейчас ее выкопать, поскольку она, да, ну и дадим задание просто вот отливать. Да, ну сейчас мы пока посмотрим, что у нас как. А потом мы примем решение, что с этим делать. Давай, ну так пока все очень хорошо. У нас будет сейчас диагноз. Пока только диагноз, никакого лечения. Следующий вопрос, смотри. Помнишь, мы сажали с тобой Вербену Бонарскую? С небольшой надеждой, что она перезимует. Ну, ушла она от нас. Ну, зима была, ты помнишь, какая. В общем-то я... Зима была минус 30 в Ленобласти. Да, поэтому, конечно, она не перезимовала. Дамы и господа, замечательная, красивейшая Вербена Бонарская, которая мне так понравилась, к сожалению, зимостойкость не продемонстрировала. Ну, мы и не ожидали, честно говоря. Мы, в общем-то, и предупреждали, что это будет как... Она, конечно, прекрасна как летник. Я все равно... Ее тут не хватает. Ее бы взял, да, ее немножко не хватает. Она давала вот это кружевное цветовое пепло. Да, она очень хорошо с калимерисом, да. Да, ну смотри, зато вот эти вот твои шикарнейшие астры просто... Калимерис. Калимерис? Да. Вот этот твой калимерис просто увеличился, я не знаю. Ему здесь хорошо. Как я за зиму. Его любят, да. Да, ну мы можем даже, смотри, вот я так подумала уже, что мы, может быть, даже можем аккуратненько один кустик вот этот забрать посерединке, да, тем более малка. И применить. И его немножечко вот... Потому что малка там же, ты же видишь, сделала. Да, малка пошла... Пошла дальше. Да, продолжать дело. Да, да, да. И, соответственно, мы его немножечко можем убрать, вот отсюда пересадить туда, тоже выкопаем с комом аккуратно, прольем, все хорошо. Так что тебе сегодня поработать придется. Да, смотри, какая замечательная кровохлебка. Кровохлебка, ей хорошо. И она еще, да, не вошла в пик своей декоративности. Да, да. То есть, я так понимаю, что это в августе будет, наверное, основной акцент этого цветника. Ну, на самом деле здесь калимерис будет цвести до заморозков, то есть это вот, смотри, сейчас, ну, середина июля, да, ну, жаркого лета, и вот он только-только начинает цвести. Соответственно, он будет цвести до заморозков, и кровохлебка подтянется, отсветет, к сожалению, дербенник, дербенник, да, отсветет. Отцветет, скорее всего, Вероника, но даже когда она отсветет, вот эти вот цветоносы будут все равно играть. Да, слушай, несмотря на то, что растения конских денег стоят, я его лично себе позволить не могу, но не влюбиться в него невозможно. Бедняка. И посмотри, еще как бы вторая половина лета, это будут злаки, да, то есть они еще поднимутся. Да, малиня же будет. Да, конечно, конечно. Она же почти как я. Она же поднимется и будет, да, да, и будет тоже, в общем, будут вот эти вот акценты. Смотри, шмели, бабочки, какое все вообще просто, слушай, ну, вот задумка, я думал, что обычно визуализация, которую вы делали вот на картинке, она как бы всегда лучше, чем оригинал. Но в данный момент, ты знаешь, это просто удивительно. Ну, смотри, то есть задумка была еще то, что вот эти туи, к сожалению, мы тогда посадили не очень большие их, да, идея-то была какая, чтобы это были вот акцентные такие точки, ну, они разрастутся, то есть никуда не сделаются. Ну, смотри, мне кажется, это интересно, что немножко будет меняться форма цветника, то есть появятся новые акценты. Конечно, конечно. То есть несколько лет туи достигнут высоты и будут занимать больше места. И тут смотри, вот Малка хорошая ученица какая, я знаю, что она любит вот эту гипсофилу, посмотри, она, я так понимаю, вместо вербены подсадила гипсофилу, но согласись, что она тут в тему. Закрыла дырочку. Да, она в тему, Малка молодец, молодец. Она не только закрыла дырочку, она еще и Веронику рассадила. И, то есть, в принципе, от этого цветник никак не прыгал. Понимаешь, у тебя появился достойный ученик и скоро появится, мне кажется, новый ландшафтный дизайнер. Я буду рада. Гортензии, да, еще тоже вторая половина лета, то есть они еще только на бутонах. Да, гортензии будут у нас главными солистами августа и сентября. Со злаками, с кровохлебками, с калимерисом. Ну, я думаю, что он будет хорош еще. Смотри, вот эта вот кроваво-красная герань, пепельная, по-моему, не помню даже какой сок. Слушай, вот это вот македонский короставник. Прекрасный, хорошо он перезимовал. Шикарный. Честно говоря, так это такое растение. Не у всех зимует, но вот у Малки. Только у очень хороших людей зимует, ты понимаешь, да? Да, у Малки, да. Душевик, посмотри, как хорошо тоже показывает себя. В прошлом году это такие тоненькие ниточки, невнятные, которые лежали, помнишь? Ну, и я очень рада, что в этом году вот этот вот подиум... Пойдем-ка, подойдем туда. Давай, подойдем. Совершенно согласись, что стал выглядеть по-другому. Да, слышишь, что здесь была крышка септика, даже невозможно представить, потому что, смотри... Малка наставила, смотри, вот эти пряный садик сделала, поставила деревяшки. И стало все совершенно по-другому смотреться, да? И начинает уже зарастать то, как мы и хотели. Стефанандра. Стефанандра, да, начинает зарастать. Вот, кстати, смотри, вот тут вот овсяница, она как-то не очень хорошо. Вот мы можем вот сюда как раз и пересадить калимерис. Прекрасно. И будет он как бы, поскольку Малка же стала увеличивать этот цветник, я думаю, что как раз для гармонии вот сюда он будет хорошо. Со злаками будет хорошо он тут сочетаться, с душевиком, да и с гортензией, потому что она такая ажурная. Слушай, ну с твоим цветником все понятно. Делал профессионал, оно как бы, понимаешь, и видно. Ничем я не могу похвастаться я. Ну, пойдем посмотрим. Пока что, да, вы с Малкой меня сделали на раз, потому что, ну, как вы легли из моей горка, зрители, вы сейчас увидите, по-моему, это печально. Ну, здесь такие растения низкие, понимаешь, ну, давай так, конечно, они не гармонируют, да, я бы даже сказала, не только с этим цветником, а со всем садом, потому что в этом году у Малки очень разрослись цветы, и, конечно, вот тут вот какая-то, я бы сказала, провал, да, тем более, что здесь несколько зон отдыха, тут вот у нас одна зона отдыха, и здесь другая зона отдыха, и, в общем-то, конечно, хотелось бы, чтобы... Ну, провал надо отремонтировать. Давай, да, дадим. Чтобы сильно не проваливался. Мне кажется, что да, если удастся что-то с этим сделать, и как-то подчеркнуть это, чтобы, понимаешь, тут два мира, два шапира получилось, у тебя красота, и здесь у меня такая свалка камней и лохматые очитки. Ну, ты помнишь, мы же брали, на самом деле, вот то, что нам не нужно было никуда посадить, еще мы не могли, мы все это сюда... Ну, я его слепила из того, что было. Отдавали тебе, и ты тут уже дизайнировал, так скажем. Да, да, ну, видишь, я, честно говоря, тоже все понимаю, ты, конечно, щадишь мое самолюбие, но я, да, признаю, что это фиаско, и здесь тоже нужна Вероника, нужен Шалфей, и что-то с этим надо сделать, чтобы была гармония на этом участке. Чтобы это добавить, да. Да, да, чтобы мое самооценка и самолюбие больше не позорило существование вот этого авторства, этой горки. Ну, все исправимо, на самом деле. Спасибо, Наташа. Спасибо большое за добрые слова. Я знаю, ты меня любишь. Пойдем, слушай, посмотрим. Я смотрю, вот там вообще, где... Пойдем. Собственно, мы давали только рекомендации, а дальше все происходило вот по, собственно, мановению рук Малки. Ну, вот это проблемное место, оно было в прошлом году, а в этом летом, этим летом это все, конечно, усугубилось, потому что тут с поливом тяжело вот это вот отливать, да. Ну, потому что сирень, как бы... Тем не менее, цвела, цвела, смотри. Сирень, во-первых, подавляет все растения, во-вторых, выпивает всю воду, и, собственно, мне кажется, что вот те лишние очитки, которые там разрослись... Вполне, да. Единственные, кто имеет шанс вообще на выживание в этом месте. Да, да, убрать вот эти вот все... Не было вот этой голой земли, если вырезать поросли и заткнуть очитками. За ней, конечно, поухаживать нужно. Это понятно. Да, да. То есть надо с фикатором. А это посмотрит наш ролик с Ладой Кулыгиной. Научится, да, и будет делать. Потому что я смотрю, она вошла во вкус, и мне кажется, что она и это полюбит, да. Просто пока не знала, что с этим делать, мне по поводу этой сирени не дали никаких ценных рекомендаций. А смотри, какой хороший ученик, талантливый. Замечательно. Миральный круг сделан вокруг... Да, недавно, кстати, сделан, да, смотри, молодец. Да, да, да. Дождала нас. Все поухаженно. Да, ну, посмотри, даже газон, ты посмотри, в такое лето. Такое, да. Только посеянный газон, в общем-то, да, на минимальной земле. Да. И, в общем-то, посмотри, ни одного сырницка я даже не вижу. Нет, нет ни одного дуванчика. Да, молодец, молодец. Посмотри, здесь какая красота. Ну, вот тут, да, здесь вот в прошлом году было неплохо, в этом году все разрослось. Разрослось, и смотри, какое буйство красок получается. Буйство, буйство, смотри, выжили даже скумпии. Да. Которому мы особенно прогнозы не давали. А смотри, они хоть и молодая после этого года, но, тем не менее, они, в принципе, вполне декоративные. Даже если они будут так оставаться, они дают световое пятно. Да, поскодним будет большое пятно. Да. Немножко забор прикроет и соседнюю даже, может быть, постройку. Ну, тут вот море котловик. Ну, здесь смотри, здесь вот как раз уже можно немножечко, мне кажется, и прорядить. Да, вот это все. Ну, только не сейчас, конечно, да, это надо осенью будет делать. Не в такую жару, безусловно. Ну, тут уже есть готовый посадочный материал, чтобы, собственно, продолжать. Ну, вот смотри, вот тут получается, что немножечко по срокам цветения, да, вот здесь у нас сейчас вот все так цвело, и уже что-то отцветает. Ну, вот поскодник будет, конечно, вторую половину лета, а вот и все это отцветет, и будет только поскодник играть, да. А вот там, наоборот, такое плотное пятно осеннецветущих растений. Ну, вторая половина лета, скажем так. Там гелениумы, да, гелениумы, да, гелениумы, рудбеки, ну, вот лапчатка тоже такого, как бы, не очень хорошего вида. Такое большое пятно, то есть вот здесь вот можно это разрядить, да, подсадить что-то такое, то, что цветет в первой половине лета, чтобы малка вот хотела. Чтобы не было здесь густо, там пусто. Да, да, ну, как бы мы делаем цветение в жареное цветение. Да, и это миксбордер, то есть мы, в принципе, можем миксовать с растений, мы не обязаны их сажать какими-то группами. Нет, ну, ей нравится вот это вот такое. Да, поэтому почему нет? А дальше там тени, поэтому там совершенно другие уже растения будут. Ну, там тоже, там же была голая земля и строительный мусор. Посмотри, как крупнокорневищная герань, которую я принес в свой участок, мне кажется, ее стало больше, чем на моем участке. И неплохой коврик получился. Коврик получился. Цвел, кстати, да. Просто шикарный, посмотри. И даже вот он сейчас отцвел и абсолютно не портит. Да, несмотря на то, что она как бы один цветущий короткий период, ну, смотри, и потом эти листики будут красными. Да, осенью, да, да, да. И она что на солнце, что в тени, себя прекрасно чувствует. Я и очень это растение люблю, то есть это очень хорошее. Оно просто, да, затыкает дырки им, просто шикарно. Да, да, так что вот надо брать на заметку. Красиво все и здесь, и здесь. И, в принципе, простые решения, даже без покупки дополнительного посадочного материала. Она уже вырастила себе много посадочного материала. Скоро продавать начнет, наверное. Так что уже можно... То есть мы не только ландшафтный дизайнер, но еще и питомник кого-то. Можно своим уже обходиться абсолютно. Наступает нам на пятки, можно сказать. Кстати, посмотри, еще чубушник будет как доминанта. Его надо тоже поформировать, он как-то немножко... Нет, сейчас это не нужно делать. Ну, в жару такую вообще не стоит ничего. Нет, вообще я к тому, что мы же сняли ролик с Ладой про обрезку большого чубушника. А вот что с такими малышами делать? Весной. Весной нужно будет вот... Ну, я бы ему форму придала, да? То есть ты видишь, тут он как-то пошел в разные стороны. Да, он, да, разладкий. Все-таки сделать, чтобы он был более читаемый, скажем так, более доминантый. Ага, просто придать ему более вертикальный габитус, скажем так. Щучка тоже вот разрастется, даст вот эти вот фонтаны легкие. Так что гортензия вторая половина лета. Ну, то есть, да, в общем... Слушай, ну смотри, да. Молодец, молодец. Все достойно, хороший предпочек. Самое главное, видно, что ухаживает человек, понимаешь? Вот видно, все прополото. Все такое здоровое. Да, здоровое. И не побоюсь этого слова, за которое меня забанили в фейсбуке, жирное. В хорошем смысле. Да. Слушай, ну еще хотел обратить на небольшую проблемную зону, мне кажется. Потому что нашим зрителям будет интересно, потому что очень многие пытаются декорировать что-то вокруг сосны. И все это терпит неизбежная фиаско, потому что сосна, в принципе, еще хуже, чем сирень. И что вокруг нее не посади, выглядит оно, скажем так, квело. Ну, у нее здесь ошибка, смотри, какая. То есть, она посадила рядом с сосной, то есть, понятно, что здесь огромная корневая система. И она сажает заведомо те растения, которые любят воду. Да, то есть, это гейхера, это брунера, даже флок шеловидный. Вот, посмотри, он такой желтоватый. Но тут еще, видишь, тут и камни, и корни, и плитка, и 30 градусов уже в течение месяца. И, соответственно, конечно, здесь... Слушай, ну вообще, что делать вот с такой историей? Потому что у меня тоже есть две сосны, и хотелось бы... Вокруг них даже, видишь, газон-то не хочет расти. Да, да. Какие-то вообще... Может быть, опять же-таки, из моей горки суккуленты будут здесь? Можно сюда какие-то суккуленты посадить. Полыни неплохо будут себя тут чувствовать. Я вот где-то у Малки видела несколько полыний. Можно их сюда перетащить. Но однозначно нужно убирать вот эти вот растения, гейхеры и брунеры, потому что здесь они не выживут. Менять на засуху устойчивую. Да, я думаю, что она ее без конца поливает, поскольку тут рядом столик и все время на глазах. Малка не жалеет вообще, в принципе. Конечно, да. И вот видишь... Ни удобрения, ни воды. Лопчатки как плохо себя выглядят. Но это вот еще и лето, конечно. Лопчатки в этом году у всех. Да. Большое разочарование этого лета. А чуть подальше, вот посмотри, ирис сибирский и неплохо выглядит даже. Ну вот ты видишь, чем дальше от сосны, тем все выглядит лучше. Поэтому, наверное, есть смысл сажать как бы вот к сосне ближе, наверное, может быть, полыни и суккуленты. Да, да. Которые у нас, опять же таки, есть. Ничего покупать не нужно. Ну, можжевельник разрастется через какой-то... Можжевельник, да, посидит-посидит. Ну, камушки как-то немножко пекров. Корни не хуже, чем у сосны. То есть, как бы, да, хвойные с хвойными. Да, да, да. Нет, ну, можно сделать. То есть, здесь вот, понятно, есть какие-то ошибки, но она и не профессионал. Ну, да. Поэтому абсолютно это все нормально. Ну, смотри, ну, слушай, ну, какие-то, если вот гортензии сюда никак... Гортензии однозначно нет. Гортензии – это же вода. То есть, они очень влаголюбивы. Поэтому нет, конечно. Кусты какие-то, не знаю. Что-то здесь сможет жить рядом... Мне интересно, что сможет сосуществовать гармонично, не выглядя вот так вот печально. Может быть, в пире, кстати. Даже какая-нибудь там литл принцесс, может быть, она сможет тут. Но при этом нужно, конечно, постараться по максимуму выкопать яму. Как-то там обойдя какие-то крупные корни, да, найти место между этими корнями. Чтобы она хотя бы первый год могла... Да, и кормить, конечно, придется. И кормить, и поливать. То есть, нельзя ждать, что вот прям тут такой все пышным будет цветом. Ну, смотри, давай мы посадим сначала то, что есть в саду. Так, Наташа, давай мы об этом снимем отдельный ролик. Потому что мне надо немножко переодеться. Потому что, как всегда, я же главный копатель, а ты стратег. Ты голова, а я туловище. И да, посадим растения. Потому что я же еще привез малки подарки. В общем, в следующем ролике подарки для малки Лоренс. И небольшая коррекция, если можно так сказать, того, что сделала Малка. Хотя тут вот придраться можем, наверное, только мы с Наташей. Потому что, конечно, красота. В общем, коррекция. Давай. Смотрите наш следующий ролик на канале Европлант Лайф. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»